Приветствую вас! Я бы поддержал, наверное, своих коллег в том, чтобы не ставить диагнозы человеку просто по вашим рассказам, и потому что вам просто элементарно могло показаться и так далее. Действительно, диагноз, любой диагноз, его ставит врач, и пока этого диагноза не будет, причем диагнозы от отправленного очна, нельзя однозначного средназначства человек страдать какой-то болезнью. Пожалуй, знаете, в этой ситуации действительно остается много неясного, много непонятного, по крайней мере, для вас, и вот, по моему мнению, по моему мнению, вам нужно, знаете, как поступить в этой ситуации? Вам в этой ситуации нужно мужчину, потому что нам, знаете как, даже не доставлять его как-то вот проявлять свои, ну, не доставлять проявлять его правду, его правдивое поведение или неправдивое поведение, не докапываться до истины как таковой, потому что она может быть совершенно, ну, не однозначной. А я думаю, что вам, вот основное, что вам важно для себя понять, это, наверное, то, как мужчина к вам относится. Вот хочет ли он, например, там, допустим, быть с вами? Хочет ли он, допустим, действительно что-то для вас делать? Хочет ли он как-то с вами продолжать взаимодействовать? И тогда, если это все вот действительно так, то вы ему можете просто сказать, дорогой, вот сколько времени ты у меня уже живал, сколько времени я тебя понимаю, я ни разу не видел того, где ты живешь, того, как ты живешь. И не то, чтобы я тебе не верил, не то, чтобы я тебе не доверял, но я хочу больше и лучше тебя узнать. Дай мне, пожалуйста, это возможность, дай мне возможность лучше тебя узнать, лучше тебя понять. И вот так вам нужно сказать ему, если он не хочет, если он не захочет вам, ну, пойти навстречу в этом. Ведь вы на самом-то деле ничего сверхъестественного не просите, вы на самом-то деле ничего такого оскорбительного от него не требуете. И поэтому, коли так, ну вот пусть он к вам и проявит понимание. И если он не захочет это сделать, ну, это опять-таки объективно, это его право. То есть его право проявлять к вам, ну, проявлять к вам подобное поведение или нет, его право идти вам навстречу или нет. Это объективно его право, я надеюсь, что вы это понимаете. Но дальше мы понимаем, что если он не даст вам того, чего вы хотите, если он не будет идти к вам навстречу, если он не даст вам возможности узнать себя поближе вам, то, соответственно, это будет рассматриваться исключительно как негативный аспект именно с его стороны по отношению к вам. То есть это и недоверие вам, это и, значит, обман может быть, ну, возможно обман вас и так далее. То есть вот именно так, я думаю, вам нужно себя вести. То есть дайте мужчине возможность себя проявить. А уже потом, когда и если он это сделает, вы будете думать, что за этим стоит, что за этим кроется. Какие у него мотивы, так говорить и так далее. То, что у него есть бывшие жены, это, конечно же, плохо и негативно, ну, в первую очередь для вас. Там вот это как минимум два распавшихся брака. Два распавшихся брака, с точки зрения психологии, это заведомо негативное поведение в этом, собственно говоря, браке. То есть у мужчины есть вот эта вот, ну, такая черта, да, что он в браке ведет себя как-то негативно, что приводит к разрыву отношений. И вполне вероятно, скорее всего, что это может привести и к разрыву между вами. И вот это самое дурное, это самое неприятное здесь, потому что вы не знаете, из-за чего, например, он развелся со своими бывшими супругами, что заставило его развестись с ними. Этого не знаете вы. И этого он вам пока не говорит. Возможно, не говорит специально. Не говорит специально, потому что знает, что это вас отполкнет от него, может быть, стесняется и хочет выглядеть для вас лучше. Ну, согласитесь, это очень похоже на правду. А что у него там, какие у него там проблемы? Проблемы с здоровьем явно имеются. Опять-таки, заставлять взрослого человека лечить эти проблемы с здоровьем можно только стимулировать его. А стимул здесь, по своей сути, может быть, только один. Это стимул вы. То есть, вот вы находитесь, например, с ним. Ну, вместе, да, с ним. Рядом вы вроде как-то спите вместе и так далее. Вот вы ему как раз и говорите о том, что, вот ты знаешь, я за тебя очень сильно волнуюсь. Я за тебя очень сильно переживаю. Я не знаю, что мне думать. Я не знаю, что с тобой происходит. Я за тебя боюсь. То есть, ага, вот так вот себя ведите. В конце концов, вы можете сказать мужчине, что, я вижу, у тебя проблемы со здоровьем, я вижу, ты, ну, не совсем здоров физически. Я не знаю, чего мне ожидать. Я не знаю, что мне знать. А вдруг с тобой что-то серьезное. Я хочу, чтобы с тобой было все хорошо. Поэтому либо мы занимаемся твоим здоровьем, либо нет. То есть, вам, понимаете как, не нужно пофигать, грубо говоря, на отношение на личную жизнь и на личное пространство мужчин. Но вы старайтесь больше о себе думать. Вот просто больше думать о себе. Что интересно вам, что вас волнует, например, что вас тревожит, например. И вы покажите мужчине, что вот это то, что вас волнует, вам важно. И если, как вы говорите, он любит вас, если, как вы говорите, он ценит вас, ну, он не оставит это без внимания. Не сможет. Если вас любит. Если же он не обработает оставлять эту без внимания, то, наверное, ему не так уж сильно вы возьми. И это нужно понимать. Чем лучше вы это поймете, тем лучше будет для вас. Понимаете? Пока с позиции мужчины, скорее всего, выглядит все так, что вы посягаете на его личную жизнь. И я думаю, что, опять же, с позиции психологии, не беря в расчет диагнозы, я склоняюсь к тому, что у него все-таки эта особенность характера. И вам до явного доказательства обратного лучше думать именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к МАГУ. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!